Ассаляму алейкум. Кто читал роман «Голый хлеб»? Мухаммадаш Укрин. Эта книга не так давно была переведена на русский язык. В 2019 году. Перевод Ольги Власовой. Востоковеды. Я арабист. Я тоже скоро стану арабистом. Я пересмотрел все арабские фильмы, которые переведены на русский язык. И теперь я смотрю те, которые не были переведены. И когда я тупо в улице, у меня в голове, не только в голове, под мышками, под брюще и, конечно же, в горле. Вот уже по самое горло. У меня роятся арабские имена. Да. Я только что была в магазине «Принц Айзенхерц». Он находится от меня буквально в 100 метрах от этого битерского отеля, в котором я живу. И я увидел там книгу «Голый хлеб» на французском языке. Там были книги «Железы Бана», «Пироги Эта», «Рвеже Беа». Книга о гей-литературе в странах Магреба. А все на французском языке. Потому что немецкую раскладку я и так знаю. Вот. Поэтому я посмотрела, что же там представлено на французском языке. И всего одна книга на русском языке. Книга Кости Кропоткина, «Садом неумора». И я открыл эту книгу. И вижу там «Квир», описано «Квир», издательство «Квир», 2007 год. 2007 год. Такая ностальгия, такая ностальгическая волна хлынула, меня накрыла. Это как раз год, когда я начала работать в нашем филерском журнале. Так вот, роман Мохаммеда Шукри «Голый хлеб». Это автобиографический роман о его детстве, которого не было. Это детство под тенью изверга, садиста, отца, от которого он сбежал, взбунтовавшись. И он описывает свою жизнь как поиски, вечные поиски пропитания и места для ночлега, поиски случайных заработков и маломальского душевного тепла, воровство, алкоголь, кашиш, проституция. Вот как я подставлял очко за горстку гречки, так Мохаммед Шукри подставлял очко за кусочек фалафеля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!